Прошу прощения, до 59 килограмм. 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 нету от арбитра оценки а здесь просматривается сейчас видеоповтор и приглашаются арбитры к столику судьи за повтором за видеоповтором еще будет принято решение ну конечно я могу сказать что произошло и я видел это прям вот рядом со мной было практически в мою сторону был проведем бросок возможно один балл возможно будет дан один балл бондарь кристине за это техническое действие потому что было касание плеча такой незначительно но опять-таки тройка арбитров решит что произошло и сейчас мы посмотрим решение до решения ничего не не было нет оценки еще одна попытка вот вы видите видимо такое поверила в свои возможности бондарь кристина что она может провести этот прием распространенной борьбе самбо бросок через спину с колен вот она даже разгоняет так технически грамотно в принципе делает но в то же время алёхина алена защищается видит что делает кристина бондарь и не дает возможности себя бросить сейчас борьба переходит в портах конечно же активные действия в партере должны быть интенсивнее для арбитр не поднял стойку спортсменок в данном случае было замедленные действия поэтому арбитр поднял вот видим мы уже неоднократно видим такое перемещение плоскостное спортсменок кристина бондарь ведет свою соперницу или в левую или в правую сторону так в плоскости и потом пытается резким движением прыгнуть на колени сделать бросок через спину с колен и вот сейчас в другую мы видим что она выполняет и влево и вправо в данном случае вот сейчас переход на мельницу но здесь надо конечно подняться в стойку из этого положения и только тогда может быть защита на бросок то есть если просто так перевернуть из этого положения не получится получить необходимый балл здесь тоже нет оценки хотя задумка была неплохая вот сейчас попытка сделать болевой нет алёхина алена самбиска в красной куртке вот вы видите если кто видит табло но у нее одно предупреждение за за пассивность вот попытка провести подсад голенью умело защищается бондарь кристина не дает возможности себя бросить по телосложению бондарь кристина видно так она сбита очень такая низкорослая конечно ей удобней удобней делать такие низкие броски а лёхина алена повыше и но ей тоже свое рода удобно контролировать эти действия вот мы видим неоднократно пытается уже провести бросок через спину с колен но не получается уже просчитаны эти действия просчитала эти действия спортсменка в красной куртке и уже надо что-то придумывать немножко другое для бондарь но в свою очередь для олехина нужно тоже атаковать вот вот она атака попытка провести прием подсад голенью так через себя с падением и сейчас попытаться перевернуть и сделать перейти на болевой но не получается остается минута 30 я смотрю уже есть еще предупреждение у бондарь кристины поэтому по предупреждениям сравнялись самбистки и пока что по баллам тоже у них 0-0 попытка выполнить болевой прием на руку из этого положения вот очень сложно такая зацепка и выходят за пределы рабочей зоны спортсменки пошла последняя минута посмотрим у кого будет больше сил имеется ввиду функционально кто лучше готов для того чтобы не опустить руки и вот она еще одна попытка провести прием мы видим что бондарь кристина получила предупреждение второе тем самым один балл алёхина и алёне и алёхина за 18 секунд до окончания поединка ведет один балл а это предупреждение было дано бондарь кристины за то что она вышла свободно за пределы рабочей зоны желтого круга ну все закончилось время и алёхина алёна становится чемпионкой европы весовой категории до 50 9 килограмм среди женщин поздравляем команду фиас 1 и поздравляем команду румынии бондарь кристина серебряная медаль чемпионата европы 2023 года